я могу честно сказать до самого последнего момента мы точно не знали что именно получится и как это получится большая часть вообще всех событий на разворачиваться перед глазами так как я уже восходил я в принципе знал что там как бы любая любое телодвижение это силы ты живешь в этом базовом лагере ты готовишься к восхождению те жесткая программа у тебя просто даже времени нет физически свободного почти нет ты приползаешь там прогулки акклиматизационные откуда-нибудь с 5000 вот и все ты можешь есть ну спать чуть позже если удастся значит ну и что-то еще такое делать простейшие там вся затея в том что ты существуешь как ну как такая мясная машина ты идешь и дышишь идешь и дышишь идешь и дышишь и пока ты идешь и дышишь с тобой все нормально когда ты начинаешь смотреть по сторонам соответственно либо красота который захватывает дух либо ужас который начинает гнать тебя наверх только две опции у меня было гора баши всем 2 хэштег гора баши я на голове забыл что ни сестра постоит сегодня будем купаться в двух водопадах что делает группа когда она где-то все вместе конечно в нашем случае мы всегда играем и снимаем а он джем смотри какие горы два звукорежиссера сидели в двухместной камере 20 лет их выпустили в один день они вышли из тюрьмы возле ворот поговорили полчаса про звук и пошли домой вот мы также обсуждаем на 6 мы уже 10 раз отсыжили эти концерты но мы продолжаем да 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 но это но это интересный правда на сегодня у нас всего триста завтра 400 а потом дальше больше ну а как известно верхняя точка здесь не только здесь а в европе это 5 6 4 2 туда и собираемся ну чё погнали по низу сейчас обойдем вот эту гряду вот видите вот перед нами небольшая выступ стали вот мы его обойдем и уже поднимемся по допадам там искупаемся кто по возможности потом у нас будет поляра дедендрона цветущего и все альпийские луга так что при фоне вся красота нет мы как раз начнем жить по-настоящему здесь и сейчас просто хочется каждую секунду записать добавить потому что неожиданно круто вообще это называется тирскольдское ущелье какая нафиг новая зеландия какая нафиг с лагерью масштаб здесь круче ты идешь идешь по ущелью очень долго идешь куда-то карабкаешься взбираешься и внезапно где-то там с какой-то невероятной вообще высоты из-за облаков практически на тебя начинает падать вода вокруг цветет радодендрон и еще какие-то цветочки это место силы однозначно 25 сейчас и мы на высоте примерно 3000 вот нам еще где-то до 3 100 нужно тут пробраться и на сегодня это будет финиш нашей экспедиции но это не так-то просто оставшиеся 100 метров надо передохнуть а так вообще просто космос забрался наверх за какой-то камень испугнул там сидела птица она чуть выше чем мне по колену наверное вот такая вот птица коричневая он там что-то заорал на меня как-то гневно раскинул крылья и спланировал вниз и я в какой-то момент увидел всю эту долину внизу ущелье не помню как она называется глазами этой птицы практически я понял как вообще как как он себе все это видит всегда это было невероятной красоты какой-то на секунду это промелькнуло это в общем меня потрясло ну что сегодня у нас день 3 сегодня день логистики сегодня надо будет перебазироваться с поляна и азава вот из нашей гостишки наверх барахла много так что сегодня развлечемся как следует до последнее место куда можно протянуть электричество вот а мы ехали с полной выкладкой комбики пульты мониторинг все на свете и нам нужна была розетка иначе бы ничего не состоялось туда к нам приехал микроавтобус и оттуда мы и перли на двух канатных дорогах и дальше там ходят такие грузовички гусеничные называется ратрак по сути кроме них ничего туда больше не ездит в этот снег он может найти гусеница подниматься тоже под таким углом жутко тоже страшно в нем сидеть и там сзади у него такой корыто в него грунт сваливают людей сваливают аппарат все на свете и вот это корыто значит едет туда наверх такой на сказать корыто там дизайн от пенинфорина все очень красиво но сзади все равно приварены честные советские корыто сваренные тружениками горы давайте в пучку сложим чего осталось все пойдет на тушке последний пакет да все тушки людей вечеринка начинается я бы сказал продолжается мы думали что будет вот так мы поставим на фоне вот вершины и вот там чтобы вот так и эдак по факту походили посмотрели прикинули посмотрели солнце стороны света ветер реальность виды и вообще нашли другое решение да то есть вот действительно это точно спланировать было невозможно было непонятно как это произойдет сколько мы там выдержим этих песен сыграть если удастся ли вообще петь там вот но мы уже понимали что это будет происходить мы на месте но в смысле не на месте экспедиции экспедиции конечно это была идея безумная привести из москвы телескоп мы привезли почему да потому что москве телескоп ну разве что на луну смотреть то что она большая красивая а все остальное там практически не видно так ну что будем собирать а вот кстати что значит высокогорье я собрал неправильно переставлять но вот к сожалению та часть горизонта она вся затянута абсолютно вот сверху есть звезды чем вызвать ничего мы там сейчас не увидим и тучи идут наверх так что не сегодня мерзнуть не будем пошли телескоп мы в предпоследний день задействовали еще по одному назначению мы телескоп смотрели как наша группа возвращается когда наши пошли уже на вершину попробовали навели телескоп на склон и очень прикольно даже попробовали сделать фотографии может быть день их там покажем выложим и мы наших нашли то есть реально при такой степени увеличения за несколько часов до того как они спустились мы уже знали что а вот они идут с вершины и все и все хорошо все круто тоже был интерес